Дорогие друзья, любимые зрители, это подкаст от киноклуба «Вкус кино». Это истории кино, рассказанные выдающимися мастерами с помощью света и тени, звуков и тишины, слов и молчания. Рассюмон, режиссер Акира Курасава, 1950 год. Японский кинематограф в середине 20 века переживал невообразимый взлет. Тогда выпускалось на экраны более 500 картин в год, японских актеров стали все чаще приглашать сниматься в Европе. Но был один фильм, одна история, которая захватила умы зрителей и киноспециалистов, где бы они ни находились. Именно эта история, в особенности способ ее рассказать, и открыла всему миру японское кино, и во многом современную японскую культуру. Это случилось однажды под вечер. Некий слуга пережидал дождь под воротами Рассюмон. Под широкими воротами кроме него не было никого. Только на толстом круглом столбе, с которого кое-где облупился красный лак, сидел сверчок. Поскольку ворота Рассюмон стоят на людной улице Судзаку, здесь могли бы пережидать дождь несколько женщин и молодых людей в Ити Мэгаса и Мамея-Боси. Тем не менее, кроме слуги не было никого. Объяснялось это тем, что в течение последних двух-трех лет на Киото одно за другим обрушивались бедствия. То землетрясение, то ураган, то пожар, то голод. Вот столица и запустела необычайно. Как рассказывают старинные летописи, дошло до того, что стали ломать статуи Буд и священную утварь. И, свалив кучу на краю дороги лакированное, покрытое позолотой дерево, продавали его на дрова. Так обстояли дела в столице. Поэтому о поддержании ворот Росимон, разумеется, никто больше не заботился. И, пользуясь их заброшенностью, здесь жили лисицы и барсуки. Жили воры. Наконец, повелось даже приносить и бросать сюда неприбранные трупы. И когда солнце скрывалось, здесь делалось как-то жутко, и никто не осмеливался подходить к воротам близко. Множество историй произошло у ворот Росимон. И это одна из них. Ее описал в своем одноименном рассказе классик новой японской литературы Акутагава Рюноске в 1915 году. Рюноске воспитывался в семье дяди. В этом ему очень повезло. Родственники были представителями интеллектуальной элиты, как бы сейчас сказали. В числе своих предков семья имела ученых и писателей и бережно хранила древние культурные традиции. Так что Рюноске с молодых ногтей изучал наследие японской культуры и, конечно же, зачитывался лучшими образцами европейской и русской литературы. В 1913 году он поступил в Токийский императорский университет на факультет английской литературы, где вместе с друзьями издавал литературный журнал «Синситё». В переводе «Новое течение». Успех к Рюноске пришел практически сразу же. Буквально через пару лет рассказы из жизни средневековой Японии стали известны широкой общественности. «Расюмон», «Нос», вдохновленный повестью Николая Гоголя, «Муки ада» и другие. Будущие произведения еще более упрочили положение о Кутагавари-Носке, как классика японской литературы. Слуга громко чихнул и устало поднялся. В Киото в час вечерней прохлады было так холодно, что мечталось о печке. Ветер вместе с темнотой свободно гулял между столбами ворот. Сверчок, сидевший на красном лакированном столбе, уже куда-то скрылся. Слово «Арасюмон», оно же «Арадзимон» или «Ворота Арасю», в переводе с японского означает «замковые ворота». Такие ворота располагались на южных концах основных городских проспектов в древних японских столицах Нара и Киото. И это было так баснословно давно, что дух захватывает. Ворота «Арасюмон» были воздвигнуты в 789 году н.э., в то время, что в японской историографии именовалось «Периодом Хэйян», то есть «Периодом мира и спокойствия». Ворота достигали более 30 метров в ширину и около 8 в высоту. И своим богатством и убранством все цело соответствовали статусу города, новой столице Японии Хэйян-Кё, которая много лет спустя станет известна и нам в том числе под именем Киото. К XII веку ворота пришли в запустение и стали небезопасным местом, имевшим дурную славу пристанища воров и разбойников. В строениях ворот оставляли трупы и брошенных детей. Легенды гласили, что ворота служили обиталищем демону Ибараки Додзи. В современном Киото от былого величия ворот Расимон не осталось даже фундамента. О великой истории этого места теперь напоминает лаконичный памятный знак. Втянув шею и приподняв плечи в синим кимоно, надетым поверх желтой нательной безрукавки, слуга оглянулся кругом. Он подумал, что если бы здесь нашлось место, где можно было бы спокойно выспаться, укрывшись от дождя и не боясь человеческих глаз, то стоило бы остаться здесь на ночь. Тут, к счастью, он заметил широкую лестницу, тоже покрытую красным лаком, ведущую в башню над воротами. Наверху, если и были люди, то только мертвецы. Придерживая висевший на боку меч, чтобы он не выскользнул из ножен, слуга поставил ногу в соломенной дзоре на нижнюю ступеньку. Появление кинематографа в Японии совпало с распространением этой диковинной технологии по всему миру. Первые операторы, которые зафиксировали на пленку загадочный японский мир, работали на врате Флюмьер. А самый первый показ движущихся картинок, которые были продемонстрированы японской публике посредством кинетоскопа, было делом рук американца Томаса Эдисона. Но японцев не проведешь. В их традиционном театре Кабуки и театре Но уже давно активно использовали различные техники с использованием света и тени, волшебных фонарей и прочих приспособлений. Поэтому действительно удивить и увлечь кинематографом японское общество удалось только к началу 20 века. Японское кино развивалось по законам театра. Манера актерской игры, грим и декорации оставались театральными. Еще любопытный момент. В особенности на показах зарубежных немых фильмов в зале всегда присутствовал специальный человек. Кацубен или Балтун в переводе. При оглушительных ударах гонга перед полотном появляется совершенно неизвестный нашему зрителю неизменный персонаж японского кино. Это кинорассказчик, живое либретто кинокартины. Тушится свет и откуда-то из тьмы неугомонно несется патетическая речь артиста-рассказчика. Параллельно с ходом кинодействия он образно рассказывает его содержание. Примерно так описывал ранние кинопоказы в Японии один переводчик китайских и японских стихотворений. Дело в том, что японский зритель не всегда мог корректно считать мимику, движение и эмоцию европейских и американских актеров кино, поэтому нуждался в некотором пояснении со стороны Кацубена. Кацубены меняли голоса для озвучания то одних, то других героев, и их объяснения стали особо примечательным видом декламационного искусства. Подобную театральную эмоциональность и высочайшую культуру тела и движений японские мастера привнесли в свой кинематограф. Японский кадр строится на игровом, актерском куске, на высокой культуре актерского жеста. Особую область техники японского актера составляет искусство фехтования, умение владеть мечом. Образ меча оплетен целым кружевом аромантических поверьей. Для японца меч – почти одушевленное существо. Он часто бывает объектом вожделения, страсти и ненависти, не менее чем человек. От трупного запаха слуга невольно заткнул нос. Но в следующее мгновение он забыл о том, что нужно затыкать нос. Сильное впечатление почти совершенно лишило его обоняния. Только в тот миг глаза его различили фигуру, сидевшую на корточках среди трупов. Это была низенькая, тощая, седая старуха, похожая на обезьяну, кимоно цвета коры дерева хиноки. Держа в правой руке зажженную сосновую лучину, она пристально вглядывалась в лицо одного из трупов. Судя по длинным волосам, это был труп женщины. Слуга от страха и любопытства позабыл, казалось, даже дышать. Между тем, старуха, воткнув сосновую лучину в щель между досками пола, протянула обе руки к голове трупа, на которую она до сих пор смотрела. И, совсем как обезьяна, ищущая в шее у детенышей, принялась волосок за волоском выдергивать длинные волосы. Вспоминает Акира Курасава. Ворота все увеличивались и увеличивались в моем воображении. Я разведывал обстановку на местности в древней столице Киото для Росюмона, фильма о событиях, происходивших в XI веке. Руководство киностудии Дайей было не в восторге от проекта. Они сказали, что содержание слишком сложно, а название непривлекательно. Съемки разрешили, но с большой неохотой. В ожидании я день за днем бродил по Киото и еще более древней столице, Наре, расположенной в нескольких милях неподалеку, и изучал классическую архитектуру. Чем больше я видел, тем более величественным становился образ ворот Росюмон в моем представлении. С приходом в кинематограф звука в 30-х годах мы незаслуженно забыли и низвели с Олимпа обаяние старых немых фильмов. Я ощущал постоянное раздражение из-за этой эстетической утраты. Я чувствовал необходимость вернуться к истокам кино, чтобы вновь воскресить эту особенную красоту. Мне нужно было отправиться в прошлое. В особенности я верил, что кое-чему можно поучиться у фильмов французского авангарда 1920-х. Но в Японии в тот момент не было никаких киноархивов. Мне приходилось проводить настоящие экспедиции в поисках старых фильмов. И пытаться вспомнить, как были построены те из них, которые я видел еще ребенком. И думать о том, что за эстетические приемы сделали их столь особенными. Росюмон стал для меня полем для экспериментов. Проектом, к которому я применил свои идеи и желания, возникшие из изучения немых фильмов. Чтобы создать символическую атмосферу, я решил воспользоваться рассказом о Кутагаво-Реноске в чаще, проникающем в глубины человеческого сердца подобно скальпелю и обнажающим его темные сомнения и безумные порывы. Эти странные позывы людских сердец будут переданы тщательно разработанной игрой цвета и тени. В фильме герои станут блуждать в непроходимых зарослях внутреннего мира друг друга и входить в дикие чащи. Поэтому я перенес съемки в большой лес. Я выбрал девственный лес в горах, окружающих Нару, и лес Храма Камюэдзи, неподалеку от Киота. Человеческие существа не способны рассуждать честно о самих себе даже наедине. Они не могут говорить о себе без приукрашивания. Сценарий изображает героев именно такими, не способными жить без лжи, создающей иллюзию, будто они лучше, чем на самом деле. Сценарий изображает, что греховная необходимость льстивой неправды достает людей даже в могиле. И умерший персонаж не может прекратить лгать, когда говорит с живыми. Когда я передавал проект студии до ей, я сказал, что декораций мне потребуется только ворота и стена во дворе суда, возле которой все участники, свидетели и пережившие изнасилование и убийство будут допрашиваться. Все остальное, обещал я, будет снято на месте. Рассчитывая на низкий бюджет, киностудия приняла этот проект. В картине участвовало всего 8 персонажей, но история, связывающая их, представлялась одновременно сложной и глубокой. Сценарий был написан максимально прямо и лаконично, поэтому я чувствовал, что должен создать богатый и дорогой визуальный образ, который смог бы превратить все это в фильм. К счастью, оператором у меня был человек, с которым я уже давно очень хотел поработать, Миягава Кадзуо. В моем распоряжении также были работы композитора Хаясаки и арт-директора Мацуяма. В фильме снимались Тосиро Мифуне, Масаюки Мори, Матико Кё и другие актеры, чьи темпераменты были мне хорошо знакомы. Лучшего состава я и желать не мог. Более того, действие должно было происходить летом, а в Киото и Нария стояла, как по заказу, искрящаяся жара. Учитывая такое счастливое стечение обстоятельств, о большем я не мог даже мечтать. Все, что оставалось, так это начать съемки. «Стой! Куда?» – рявкнул слуга, заступая ей дорогу, когда старуха, спотыкаясь от трупы, растерянно кинулась было бежать. Все же она попыталась оттолкнуть его. Слуга, не пуская, толкнул ее обратно. Некоторое время они в полном молчании боролись среди трупов, вцепившись друг в друга. Но кто одолеет, было ясно с самого начала. В конце концов, слуга скрутил старухе руки и повалил ее на пол. Из ее горла до ушей слуги донесся прерывистый глухой голос, похожий на карканье вороны. «Рвала волосы! Рвала волосы! Это на парики!» Слуга был разочарован тем, что ответ старухи, вопреки ожиданиям, оказался самым обыденным. И вместе с разочарованием в его сердце вернулась прежняя злоба, смешанная с легким презрением. «Оно правда, рвать волосы у мертвецов может дело худое. Да ведь эти мертвецы, что тут лежат, все того стоят. Вот хоть та женщина, у которой я сейчас вырывала волосы, она резала змей на полоски в четыре сум и сушила, а потом продавала дворцовой страже, выдавая их за сушеную рыбу. Тем и жила. Не помри она от чумы, и теперь бы тем самым жила». «А говорили, что сушеная рыба, которой она торгует, вкусная, и стражники всегда покупали ее себе на закуску. Только я не думаю, что она делала худо. Без этого она умерла бы с голоду, значит, делала по неволе. Вот потому я не думаю, что и я делаю худо. Нет! Ведь я тоже без этого умру с голоду, значит, и я делаю по неволе». В средневековом Киото было множество примечательных мест, и одним из самых известных и дошедших до наших дней является сад Рюандзи. Сад был создан на территории храма покоящегося дракона. Именно так переводится слово Рюандзи. Это был один из многочисленных молитвенных буддийских домов, монастырей, щедро рассыпанных по территории Японии. Того храма уже давно нет, был уничтожен пожаром, но его удивительный сад камней, дословно в переводе «сухие горы и воды», был сохранен. Вообще, подобные сады характерны для многих дзен-буддийских и сингонских храмов. Они создавались ради очень медитативной обстановки для самоуглубления и самопостижения. Такой сад был своего рода камертоном для внутреннего настроя человека. Ровная поверхность, размерами около 23 на 9 метров, засыпана белым гравием, и на ней расположены группы камней 5, 2, 3, 2 и 3. Всего 15. Поверхность гравия расчесана специальными граблями так, что бороздки идут параллельно длинной стороне сада, а вокруг каждой группы камней, еще раз выделяя ее, располагаются концентрическими кругами. Но как бы человек ни двигался по веранде вправо или влево, из 15 камней всегда видны только 14. Полностью наблюдать все камни можно, только воспарив в воздухе над садом и посмотрев на него сверху. Считается, что увидеть все 15 камней может только достигший просветления. То же можно сказать и об истине, которых будет успешно или безуспешно искать зритель Рассюмона вместе с героями нашего сегодняшнего фильма. «Вот значит как», — насмешливо сказал он, когда рассказ старухи пришел к концу. Потом шагнул вперед и вдруг, схватив старуху за ворот и зарыщал, «Ну так не пеняй, если я тебя оберу, и мне тоже иначе придется умереть с голоду». Слуга сорвал с нее кимоно, затем грубо пихнул ногой старуху, цеплявшуюся за подол его платье прямо на трупы. До лестницы было шагов пять. Сунув под мышку сорванное со старухи кимоно цвета коры дерева хиноки, и слуга в мгновении ока сбежал по крутой лестнице в ночную тьму. Слуга с тех пор исчез бесследно. Множество историй произошло у ворот Рассюмон. Одну из них вы можете посмотреть сейчас, на своих маленьких и больших экранах. Сюжетно она основана на повести о Кутагаве Реноске «Чаще», написанной в 1922 году. Спустя почти 30 лет после создания этого рассказа, новую, великую историю о воротах Рассюмон поставил для киноэкрана молодой, но уже весьма опытный режиссер Акира Курасава. В 1950 году этому фильму было суждено открыть японское кино всему миру, а его создатель и поныне считается одним из величайших кинематографистов в истории. Дорогие друзья и любимые зрители, приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok